А сейчас я хочу вам предоставить одного из лучших певцов сегодняшней России, в чём творчестве воплотилось всё лучшее, что есть в русской поэзии. Он соединил в себе и классику первых русских романцев, и фольклорные источники лучших народных песен, и великие песни Отечественной войны – всё это слилось в его душе, в его голосе. Перед вами выступает замечательный голос России – Олег Погодин. Аплодисменты 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 Скажет повязок, не понять, не ждавшим им, Как среди огня ожиданий своим и спасла меня. Как я выжил, будем знать, только мы с тобой Просто ты умела ждать, как никто другой. Спасибо. Я попрошу Мишу. Мишу, собственно говоря, я должен его представить. С самого начала сегодня со мной на сцене Михаил Радюкевич. И совсем коротко, но тем не менее, для меня сегодня важное событие. Вообще все это путешествие для нас оказалось очень важным, неожиданно прекрасным событием. Когда мы обсуждали это путешествие, я разговаривал по телефону с Евгением Александровичем. Через континенты и океаны, по вашей традиции, вы это любите, через весь мир разговаривать. Вот, и у нас так получилось. То есть, тоже Евгений Александрович сказал мне, Олег, вы не очень представляете то, что ожидает вас впереди. Это не концерт. Это то забытое, прекрасное, что когда-то было в изобилии в нашем Отечестве. Это вечер поэзии. Мне достаточно лет, чтобы помнить, что такое вечера поэзии, которые когда-то действительно в нашем Отечестве были в изобилии. И, что самое замечательное, не только изобилие поэтов на сцене, но и изобилие слушающих людей, для которых поэтическое слово – это что-то из самого важного в жизни. И вторая счастливая возможность сегодня в замечательном коллективе, вы увидите много сегодня, услышите много замечательных артистов, вторая замечательная возможность – пройти и по своей памяти поскрести ее, понять, что там еще осталось из знания отечественной поэзии, и встретиться с чем-то новым, и получить какие-то подарки, как и вот эта самая песня, которую мы сейчас только что исполнили, на гениальные совершенно стихи Симонова «Жди меня». Я никогда не обращал внимания на эту песню, поскольку изначально она написана для оперы, для оперы «Зори здесь тихие», для персонажа женского. Это романс Женьки, но я думаю, что все, находящиеся в зале, знают, что такое «Зори здесь тихие», знают эту повесть, знают прекрасный советский фильм, который был снят по ее мотивам. Мы знаем трагическую и прекрасную историю всех действующих лиц. Романс Женьки, он и в фильме, и в книге, и в опере, в своем роде какой-то центр сгусток любви, любви, которая побеждает все, даже смерти. Мы никогда не обратили бы внимания на эту песню, а теперь она вошла прочно в наш репертуар, исполняем мы ее и ансамблем, в большом оркестровом звучании, вот как сейчас получилось с гитарой, Миша сделал переложение очень быстро и, на мой взгляд, великолепно совершенно. И за это вам, Евгений Александрович, огромное спасибо. Вы совершенно блестяще недавно говорили о Вертинском. Я боюсь у вас отнимать в данном случае хоть несколько минут даже разговора. Мы исполним сейчас песню из репертуара Александра Николаевича Вертинского. А вы, если есть желание, скажите все-таки два слова об этом очень интересном поэте. Ну, вы знаете, что Вертинский, во-первых, если бы он даже сам не начал писать стихи и не стал бы их петь, он был бы наверняка очень хорошим читателем поэзии. Вообще, настоящие поэты всегда начинаются с того, что они бывают большими читателями. Обязательно это необходимо. Потому что знание поэзии, оно именно делает поэтов вооруженными и духовно, и эмоционально, и философски, и готовыми, и всегда в нужный момент они, именно эти поэты, находят нужные источники для мужества наших солдат и офицеров, которым выпадает честь защищать нашу Родину. И Александр Николаевич был связан в паразитной истории с моей мамой. Потому что, когда мама заболела ТИФом на фронте и потом оказалась в госпитале, в Чите, то и выздоравливать уже начала. Ей поручили, сказали, что Вертинский получил разрешение снова вернуться на Родину. Он добивался этого и шел к этому сознательно. И когда он поставил свои чемоданы в ее присутствии на Читинский перрон, и встал на колени и поцеловал этот перрон, и снова хотел взяться за их ручки, то чемоданы испарились, как по волшебству. И тогда он сказал, засмеялся, вовсе не обиделся и сказал, «О, узнаю тебя, мать Россия!» И еще раз поцеловал перрон. Радуясь тому, что он вернулся. И я видел его многие прекрасные выступления. И он, знаете, он пел не только голосом, не только душой. У него даже пели его тонкие, изящные пальцы. Он необыкновенно как будто дополнял его песни. И я считаю, что мне очень здорово повезло. И вот в вашем исполнении я увидел, может быть, самое лучшее воплощение Вертинского в том, что в нем было. Так что, ни пуха не пирала. Музыка Александра Вертинского. Стихи одного из чудесных, малых язык не поворачивается сказать, поэтов русских, которые тоже представлены в этой замечательной антологии, Иннокентий Анинский. Правда, стихи немного тоже в редакции Александра Вертинского. Стихи одного из чудесных, малых язык не поворачивается. Не потому, чтоб я ее любил, а потому, что мне темно с другими. Не потому, что я ее любил, а потому, что мне темно с другими. И если мне сомненье вкажало, Я у нее одно ищу ответа. Не потому, что от нее светло, А потому, что с ней не надо света. Не потому, что от нее светло, А потому, что с ней не надо света. А потому, что с ней нет. А потом, что с ней не надо света. А потому, что с ней не надо света. И в заключении нашего короткого пребывания сегодня на сцене мы хотим вернуться к тому, собственно говоря, с чего мы и начинаем русскую поэзию, хотя ей, конечно, гораздо больше лет, чем те 200, которые мы сейчас, может быть, называем чаще всего. Но имя Пушкина для нашей поэзии, для нашего языка, в принципе, это, наверное, камень краеугольный и основополагающий. Поэтому Александр Сергеевич Пушкин. Я вас любил, Любовь ища быть может, В душе моей Угасла не совсем. Но пусть она Возвольше не тревожит, Я не хочу Печалить вас ничем. Я вас любил Безволно, безнадежно, Торвостью, Торявостью, Торявостью, Томим. Я вас любил Так истренно, так нежно, Когда я мог Любимой быть Другим Я вас любил Я вас любил Так истренно, Так нежно, Как дай вам Бог Любимой быть Другим Спасибо Спасибо Спасибо.